6 февраля в России вступили в действие изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции. Теперь у человека, имеющего на руках подтвержденный положительный тест на COVID, есть возможность, разумеется, при улучшении самочувствия, всего через три дня сдать новый и надеяться на отрицательный результат. Кроме того, новшества коснутся и людей, которые контактировали с зараженными. Об этом и многом другом журналистам сегодня рассказал руководитель регионального управления. Сергей Бескокотов. Подробности у Артура МХЦ. Итак, новые послабления в противоэпидемических правилах вступили в силу 6 февраля текущего года. Люди так долго ждали хороших новостей, которые все никак не приходили, что новое постановление главного государственного санитарного врача России восприняли скорее с недоверием. Статистика зараженных коронавирусной инфекцией и умерших неуклонно растет. И тут в свет выходит информация, что контактировавшие с больным могут не отправляться на карантин при условии, что у них нет симптомов заражения. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Сергея Бескокотова, все дело в отголосках прежних штаммов, которые некоторое время еще будут преследовать население республики. Дело в том, что особенность новой разновидности вируса, так называемого штамма омикрон, который, наверное, уже все слышали, очень короткий инкубационный период, который буквально от нескольких часов до 1-2 суток. Поэтому сейчас необходимости длительного разобщения с целью выявления больных среди контактировавших уже нет. И поэтому все, кто чувствует себя нормально, нет никаких симптомов заболевания, могут продолжать работать или учиться. Но обязательного тестирования этих людей не будет? Нет, не будет. Это все отменяется. Тестирование производится только по назначению врача при наличии каких-то симптомов. Например, если раньше у одного школьника выявляли коронавирусную инфекцию, на карантин отправлялся весь класс. Теперь этого не будет. Разумеется, самому ребенку придется оставаться на амбулаторном лечении до улучшения самочувствия и отрицательного теста. Но остальным ученикам его временная участь уже не грозит. Лишь при наличии у других детей схожих симптомов в отношении них будут предприняты аналогичные меры. Предыдущие штаммы, начиная с Уханьского и заканчивая дельташтаммом, они, к сожалению, больше поражали у людей старшего возраста. Но вот после мутации нескольких, вот, к сожалению, стало старшее поколение, видимо, потому что все-таки большая иммунопрослойка среди взрослого населения образовалась и после прививок, и после болезней. И они стали меньше болеть. И сейчас вот вектор переместился больше в сторону детского населения. Но это не значит, что дети стали гораздо больше болеть. Просто стали меньше болеть взрослые. Если же ребятам все же понадобится лечение в стационаре, их родители могут воспользоваться услугами недавно открытого ковидного госпиталя на базе Республиканской детской больницы. По словам главного врача Тамары Лайпановой, с начала пандемии у персонала инфекционных отделений медучреждения накопился богатый опыт работы с подобными пациентами. Много ларинготрохиита. Это поражение голосовой связки, когда у ребенка может появиться одышка. Тоже тревожная симптоматика. Таких детей тоже мы не выпускаем из своего поля зрения, стационарных врачей. Ну и иногда встречаются и обструкции, обструктивные бронхиты. Пневмонии нет. Недавно возобновленное дистанционное обучение в школах помогло стабилизировать количество заражений у детей. Поэтому не стоит исключать, что наплыва пациентов в этом ковидном госпитале не будет. Что до взрослого населения, то предпринятые шаги – это не только послабление в правилах ради самих людей, но и повышение их ответственности за здоровье окружающих. Никто не отменял меры предосторожности в местах массового пребывания. Они остались прежними. Просто гражданам пошли на встречу. И в свете относительно безопасного для взрослых нового штамма изменили условия пребывания на карантине. Артур Мухцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.